Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы хотим представить вам новый сервис, который был запущен в рамках компании Markets. Это сервис онлайн-анализатор торговли. Стоит отметить, что он доступен для всех действующих клиентов непосредственно из личного кабинета. Для того, чтобы задействовать функционал сервиса онлайн-анализатор торговли и провести четкий анализ по счету, все, что необходимо сделать, это перейти по вкладке «Счета», «Мои счета» и в общем, не спадающем списке счетов, которые зарегистрированы на ваш почтовый ящик в личном кабинете, выбрать тот, который необходимо проанализировать. Все предельно просто. После этого кликаем на символичную кнопку «Анализатор торговли» и попадаем на функциональную страницу с полным функционалом, позволяющим анализировать трейдинг. Прежде всего, на что стоит обратить внимание, это на символичный спидометр, который отслеживает загрузку вашего депозита, указывая на потенциальные риски по счету. Спидометр разделен на несколько визуальных областей с разными уровнями фактического плеча. Если индикатор выходит за пределы зеленой зоны, торговля характеризуется повышенными рисками. Значит, нужно пересмотреть свое отношение к риск-менеджменту. В данном случае мы видим то, что с учетом текущих актуальных открытых сделок, фактическая загрузка депозита и причем находится на границе между зеленой зоной и желтой. Это уже повышенные риски, значит, нужно что-то менять, дабы не создавать еще большую нагрузку на депозит. Анализатор торговли представлен тремя основными функциональными вкладками. Мониторинг торгового счета. В данном случае он предназначен для анализа таких показателей, как доходность и просадка за любые периоды времени. Динамика кредитного плеча, средства за все время существования счета. Абсолютные показатели риска в формате максимальной загрузки депозита и соответствующие максимальные просадки. Средние показатели по доходности, а также математические коэффициенты кальмара и эрейшил, указывающие на соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытка. Идем далее. Торговая активность по счету. Данная область анализатора собирает информацию по всем сделкам торгового счета, включая не только закрытые и открытые позиции, но еще и отложенные ордера. Указанный функционал позволит трейдерам анализировать сделки без доступа к платформе MT4. Также есть вкладка «Балансовая операция», которая включает все проводки по счету, не относящиеся к торговле. Самая интересная страница анализатора торговли по счету, наиболее визуально насыщенная, это анализ по месяцам. Думаем, что именно она придется вам по душе уж наверняка. В данном случае мы видим то, что анализ по месяцам представляет детальный срез статистики по каждому торговому месяцу за всю историю торгового счета. В данном случае у вас есть возможность визуально проанализировать динамику доходности вашего счета с точным определением структуры доходности активов и их вкладу в общий показатель доходности. Кроме того, функционал анализа по месяцам дает четкое представление о торговом обороте по каждому использованному активу с указанием среднего времени удержания позиции. Выбираем конкретный месяц для анализа. В данном случае здесь строится статистика, которую я сейчас обозначил. И каждая визуальная область также немного программируема. В данном случае вы можете изменять доли, анализировать дополнительно общий состав, вычленяя какие-то отдельные валютные пары. Делается это следующим образом. К примеру, львиная часть сделок пришлась на пару евро-доллар по итогам месяца мая. Находим пару евро-доллар, можем выключить ее и, соответственно, уже оценить структуру торговых активов без данной валютной пары. Что касается структуры доходности активов, здесь также видна символичная шкала конкретного результата. В данном случае мы видим то, что в мае у нас были довольно-таки серьезные убыточные сделки, учитывая то, что на пару фунтов, точнее даже на рублевый актив, пришла сделка с совокупным результатом минус 4 692 доллара. Чтобы оценить в целом картину без данной валютной пары, мы можем также кликнуть на соответствующее название валютной пары и выключить ее из общей динамики для анализа. Торговый оборот, здесь также все предельно понятно, валютная пара, инструмент и совокупный объем за этот месяц, который пришелся на нее. Среднее время держания активов, также абсолютно говорящее за себя о функциональной области, указывает на количество времени, которое трейдер просидел в том или ином активе. Очень надеемся, что онлайн-анализатор торговли будет вам полезен. Разумеется, мы продолжим его совершенствовать, но и на текущем этапе он позволяет детально проанализировать трейдинг. Всего доброго, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok